так и мы сегодня будем читать но честно говоря для того чтобы читать я хотела вам сначала показать немножко какие еще словари можно использовать для перевода а . добрый вечер я для вас сегодня приготовила мантрой будем читать на диванагаре будем читать разбирать значение слов и соответственно разбирать значение мантрой может быть вы слышали да может быть я говорила что мантры это не текст как таковой он не переводится вот так напрямую как обычные тексты но если мы переведем значение каждого слова то в принципе мы можем понять суть там для чего эта мантра что она значит и что она предполагается что должна делать значит для того чтобы нам переводить нам с вами учебных словарей не хватит поэтому я сейчас в чат сброшу ссылочку вы по ней пожалуйста переведите и я сейчас покажу как этим пользоваться так я пока на экране буду показывать ну шка хукуганит здравствуйте добрый вечер так итак про словари еще раз значит из санскрейских словари что у нас с вами есть у нас есть учебный словарь составленный лихушиной к нашему учебнику он хороший но маленький им хорошо переводить текст который есть в учебнике есть словарь такой достаточно простенький но удобный сейчас я тоже его пришлю но в нем тоже мало всего но тоже пришлю посмотрите и есть вот то что я показываю на экране это пучок санскритских словарей большое количество я не могу сказать все или не все но в общем из самых больших словарей здесь точно все посмотрите как это дело устроено значит у нас здесь есть санскритско-английский ну то есть понятно что на русском языке мы можем не искать словарей это можно забыть сразу значит есть санскритско-английские словари есть очень немножечко английско-санскритских чуточку французских санскритско-английские есть и вот они как раз считаются наиболее полными потому что немцы много изучали санскрит и очень много разработок у них на эту тему поэтому немецкий язык знать хорошо вот но еще здесь да разнообразные словари включая вот внизу посмотрите пожалуйста специализированные в частности словарь буддистского гибридного санскрита то есть буддистские слова которые используются в буддизме они относятся к гибридному санскриту я не филолог не могу сказать что это значит но в общем это некая добавка ответвления от основного санскрита и вот этот вот буддистский гибридный санскрит мы как раз с вами будем использовать для того чтобы переводить мантры так вам сейчас список словарей видно или то что открылось по ссылочке видно список словарей видно список словарей так значит я тогда это выключу и заново включу да просто показать как этим пользуются видно да так ну если можно перейти сразу к фунту 3 можете у себя тоже это пробовать видно так ну смотрите значит мы в верхней строчечке вводим санскритскую транслитерацию обратите внимание что здесь есть разные транслитерации разные виды да и нашего иаста тут вообще нету поэтому ну пробуем либо киота гарвард либо и транс что-то из этого должно подойти здесь пишем слово ну не знаю давайте какой-нибудь там нам а например напишем для демонстрации значит можем соответственно либо точно это слово искать либо как включение слова да слово то есть он может вот этот кусочек быть в каком-то слове спереди сзади этом серединке неважно так текст ворд честно говоря я не помню про что это и называем нажимаем search не знаю так хорошо а вот так вот если мы возьмем нам а значит если мы вывели правильно а здесь обратите внимание если мы хотим долгую гласную напечатать то мы ее печатаем за главной буквой и любые согласные которые у нас в транслитерации символами идут там стиль да и листочкой снизу да они тоже пишутся заглавными так словарь понимает что нам надо найти их вариации ну и здесь соответственно можем на английском посмотреть что про это слово говорится но и уже взять там с английского перевести обычным способом как мы это для себя делаем через любой другой словарь понятно здесь как этим пользоваться да так и еще вот этот простой словарь покажу тоже чтобы мы сейчас определились потому что можем сейчас задействовать все на наших переводах так это простой словарь опять же он небольшой здесь есть далеко не все поэтому если здесь не нашли ничего страшного идем смотрим те большие словари но он зато удобный то есть здесь когда мы находим слова здесь есть разные варианты опять же вот давайте там какая-то мама то же самое вот раз она тут выдает кучу кучу вариантов да что из этого мы хотим найти удобно но слова есть далеко не все видите да вот и сейчас мы с помощью вот этого будем читать и переводить мантры я не все разбирала даже я разбирала меньшую часть поэтому мы скорее всего будем с вами сейчас вместе это делать в смысле перевода и понимание значения мантры так как мне сделать чтобы она у меня на экране все было вот так так ну что предложение следующее значит читаем сначала каждые по строчке например потом все вместе ищем значение слов слов разбираем разбираем их и соответственно понимаем значение мантры так кто хочет начать так наталья начнете ой я я только пропустила ой читать сможете ну попробую даже помощь ну давай вижу что это а нет нет я буду так вот читать или я правильно говорю а ну не совсем вот так вот было бы а вот если бы первое без вот этих символов а с этими символами а с этими символами я так ну давайте вот вторая палочка что значит это значит когда вторая палочка как бы и по моему да нет тогда не знаю не помню долгая гласная долгая а долгая а а если к долгой а там еще наверху закорючка тогда это что а можно в воду я дую воду давайте тогда это о тогда это о да супер и у нас точечка еще наверху есть она что значит о точка наверное она тянется она точка наверху и если точка наверху точка наверху это приглушенный звук да нет точка наверху вспоминаем помните точка наверху что 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 ммм забыл как называется анусвара или ммм что это ммм а это ом а ом это это ом 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 будды медицины ом 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 об ом ом об ом не так не пойдет ухты баджапани да 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 в джерпане я все это беру и не скажу вам как так ну например а давайте вот это ну первая буква это у нас на на правильно но похоже а здесь хагаваты а здесь ба я вижу первая буква ба ба и внизу и внизу закоречка что значит нет а на другую сторону это гласная не 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 угадываем не угадываем хагаваты я не помню что это мне ба а кто помнит ба это у а ну второе слово а а второе будет да и она а это бута безгласно бута нет это не бута бут читайте бута как это в первом классе когда ребенок видит начало слова он такой сразу раз так и додумает ну это как будто дх ха ха угу а я угу а я целиком прочитайте бута бута а я только не да здесь у нас вот что за палочка внизу а вот нижние палочки И вот этих, я, видимо, пропустила этот урок и не прослушала его. Так, вот эта вот палочка такая вот, такая вот, их тут много, да, она означает, что мы откидываем гласную. То есть не да, а да. Да, а. Буддхая. Буддхая. Намо Буддхая. Намо Буддхая. Намо Буддхая. Кама. Кама. Это уже перечислено. Кама. 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 Ну, вот эта буква перед Я, это кто у нас? Перед Я, это у нас Х похожая. У нас тут две похожие буквки. Вот это у нас ДХА, а вот это ГХА. САНХА. 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 САНХА, да. САНХА. НАМО ТХАЯ, НАМО ТХАРМАЯ, НАМО САНХАЯ. Даже, я думаю, вы без всяких словари переведёте, что это значит. Да, да. А имени? А? А вы сказали НАМО ТХАЯ, НАМО ТХАРМАЯ? НАМО ТХАРМАЯ? НАМО ТХАРМАЯ, НАМО ТХАРМАЯ, НАМО ТХАРМАЯ, НАМО САНХАЯ. Да, ну это значит, да. Возвращаясь по имени ДХАРМА, по имени Будда, по имени Санха, правильно? НАМО ТХАРМАЯ. Ну, это же, я зову по имени, да? Я зову по имени, да, ДХАРМА. Короче, я призываю. Да, призываю. Карму, Санху. Будду и Санху, да. Так, хорошо. Ладно. Я знаю, сложно. Если пропускаешь, поэтому давайте... Очень много, я пропустила последний проект. Угу. Так, давайте дальше читаем. Я сегодня буквально алфавит заново повторяла. Чтобы все было. Угу. Ну вот. Так. Я читаю. Алфавит почитаете? Нет, нет, нет. Следующий. Я думаю, тут есть уроки. Угу. Тадет. Тадет, ха. Угу. Аркамаши. Маркамаши. Угу. Супхумаши. Супхумаши. Угу. Угу. Угу, сейчас вот это... Аламаши. Ну, я бы сказала, что все-таки. Чвадачи. Точно. Угу. Чвадачи. Маха. Чвадачи. Ма... Маричи. Маха. Извините. Маричи. 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 Маши. Маши. Ё. Антар. Не-не-не. Вот это вот не Ё. Вот это не Ё, разве даже Я? Маричи. Маричи. Это Е. Да. То есть был бы он, если бы вот так, да, если бы палочка была дополнительной, тогда был бы он. Маричи. Маричи Маши. Маричи Е. Маши. Антар. А, Маричи Маши Антар. Антар. До конца, до четверти? Да, давайте уже до конца. У вас хорошо получается. Да. Намон. Угу. Намур. Тутэ. Это не Р. Если бы было Р, я бы было А. Стутэ. Стутэ. Намур. Стутэ. Слаха. 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 Ура! Так, младцы. Давайте теперь попробуем перевести. Угу. Да. Ну, первое мы уже поняли. Намо Мудхае. Намо Дхармая. Намо Сангхая. Это понятно. Угу. Так. Давайте, кто у нас тут? Тадетха. Тадетха. Да, даже не буду вас посылать словарь. Тадетха – это обращение к турбе? Нет. Тадетха – это, как вам сказать, в принципе, там переводится по-разному, в том числе словом «и так», но есть мнение… Ну, типа «так ушедшие», что ли? Нет, нет, нет. Это слово, которое используется в качестве предисловия к мантре. Вообще мантры, ну, я не знаю, все или не все, многие мантры происходят изначально взятые из сутр. И в сутре обычно как рассказывается? Там идет некое повествование, значит, кто, чего там, кому сказал, да, и дальше объясняется, что вот для того, чтобы там сделать то или иное действие, нужно читать мантру, да. И так, значит, типа сейчас будет мантра. Тадетха. То есть это как бы вводное слово к мантре. То есть можно перевести как и так, но я бы сказала, что во многих случаях вообще смысла нет его переводить. То есть оно в начале часто стоит, да, тадетха, ом, там, чего-нибудь. То есть такое вводное. Это просто… Надо же. Ну, запомнить, да, это специфика манта. Угу. Так. Арако. Нет. Аркамаши. 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 Я не переводила. Давайте переводить вместе. Аркамаши. Аркамаши. Говорим. Кто в какой хочет по ссылочкам, которые я присылала. И давайте попробуем. Перевести, чтобы это такое могло значить. Значит, да, сразу скажу, что когда вы видите и на конце или е, это точно какой-нибудь падеж. Практически нету слов в санскрите, которыми эти буквы заканчиваются. То есть это либо падеж, если это существительное, либо это какое-нибудь склонение, если это глагол. Или споряжение, как это правильно называется. Вот. Поэтому лучше искать без окончания такого. В таком случае, а искать. Так. Кто первое что-нибудь найдет, говорите. Да, и не забываем, если вот вы в эти большие пойдете сувари, да, что там надо обязательно, если долгие гласные, делать их заглавными, иначе оно не понимает. Ну, там сучи тут нет, гласные. А пишем мы по-английски? Можно писать по-английски? Нужно писать по-английски, по-другому нельзя. Нужно. Ага. Вот я нашла арка майя. Ага. Тут написано, composed of the arca plant. Arca plant? То есть соединено, да, из двух слов. Из каких таких? Хорошо, арка, давайте посмотрим, кто такой. А еще вот есть арка мандала, это диск соусом. Так, значит, явно здесь два слова, да? Так, значит, арка. Несущий, нет? Арк, почитать, воспевать. Арка, да, смотрите, гимн, песня. Ага. Гимн, песня. Ну, наверное, да. Почитать у меня в словаре кочергеной. Воспеваю, наверное. Гимн, почитать, да? Ага. Почитать. Хорошо. Марка вашей, значит, тоже, видимо, арка надо искать, да? Так, я нашла разум, mind. Да, есть такое. Еще обезьян есть, Марка. Обезьяна? Нет, обезьян, наверное, нет. Вряд ли в мантре. Еще есть демон. Демон. Какой-то там болезнь детей. А, да-да-да, тоже вижу, ага, много-много. Ну, так-то по смыслу, наверное, все-таки mind подходит больше. Скажем, да. Да. Так. Так, а машин-то что ж такое у нас тогда? Какой-то этот тонер, наверное. Ну, ладно, давайте пока без машин поймем, да? То есть это явно какая-то приставка, потому что она там везде идет. А, еще есть вот машин-чернила. Машин-чернила. Машин-клэк. Какая-то темная лампа. Машин-чернила. В общем, что-то черное. Черный порошок. Машин-чернил. Машин-чернил. Ну, вообще, окончание ши – это, надо полагать, глагол. То есть это какой-то глагол, соответственно, из арка маши и слово почитать. А, ну, это и есть почитать, да? Марка маши, что-то, какой-то глагол от слова разум. Так, давайте поищем, что такое судху. С долгим «у». С долгим «у». Так. Ну, блин, здесь кладки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. так мне не ищите кого как у меня нашло какой-то я не понимаю что это будет хос хорошая лошадь нет ну тут явно видимо какая-то смеси слов формой раз ее нету словаре но в общем ладно пока нам пока не будем госток на к чем тогда следующий давайте кто там чего лада пока с вами да что там и сложные с вами взяли так ладно давайте попробуем все слова перевести да и посмотреть на что у нас похоже может быть мы послышку поймем нет где-то есть текст марича маш может унесила маричи машин да маричи маричи это понятно это марича дэва ну да и тогда мы может согласуем поймем если там нет перевода нету с вами этим сейчас и занимаемся ну надо сказать что даже там где перевод я видела это но это не совсем перевод да это скорее объяснение понятно мысла чем перевод мы сейчас все таки тогда сейчас вернемся мантру буду медицины почитаем почему потому что они понятно хорошо видно так антар давайте попробуем найти антар так я вижу очень много слов похожих на антар что-то нашел что нибудь подходящие к мантру у меня что-то не знаю у меня что-то не знаю этих слов примит какой-то мы тут нам и шина и трубка включение одной будь содержаться среди компенсировать да так ладно сложно почти около внутри между из баланс различия баланс различия баланс различия да около почти прикрепил обитель атмосфера ну это антара а вот то что антар как я говорю эйминс я не знаю что это за слово ну давайте пока ладно запишем что нашли да пойдем дальше да будем писать да что ли что мы говорим ну где-нибудь себе помечайте что увидели да так дханая дханая словаре вижу посмотрите тоже у меня антар есть бревно здоровья Мария, какое слово следующее было после антакта? Следующее у нас сейчас Дханая Дханая Маши Соответственно, берем Дханая Желание или богатство? Двигаться или бежать? Двигаться или бежать? Двигаться или бегать? Желать богатство, да? Бегать Причина двигаться или бежать Двигаться или бежать Так, да Ну и что тогда у нас получается? Получается у нас непонятно что Значит Это мы поняли Водное слово Аркамаши Почитать Почитаю Может быть, не знаю Марка Маши Это что-то от слова Разум какой-то глагол Дальше Это тоже все Глаголы Получается Маши Это не точно На самом деле То есть какое-то идет Перечисление Маха Это великий Маричи Маши Двигаться Желать Бегать Кстати Это же для призывания Маричи, да? Она же Перед Перед солнцем Да Она же бежит Бежит Да Может быть Это про это Да Может быть Там бегущую мы Она едет Такая Бегущую Около Кстати Маричи Ему Около Бегущую Ее даже не видно Да Намо Это опять же Мы зовем По имени Стутэ Мы с вами Посмотрели Стутэ Без долгих Гласных Это восхвалять Хвалить Хвала Кстати Возможно Это и прилагательный Что-то По форме Непонятно Да Хвалить Хвалить И возносить Восхвалять Да То есть Может быть Мы Может быть Здесь Как вариант Я не знаю Точно Да Вот это Вот машина Восхвалять Песни Или Значит Почитаемая Каким-то там Наверное Великим разумом Или что-нибудь В этом духе Великая Маричи Дева Да Около Бегущая Видимо Перед солнцем Или что Да Намозовем По имени Восхваляем То есть По сути Мы просто Рассказали Про то Какая Маричи Дева Да И что мы Восхваляем Да Восхваляем Восхищаемся Принимаем Прибежье Буддиндхарм И Санхи Да Вот Ну то Собственно И все И В принципе Ну я Немного Пока Мантры Переводила Да Ну вот Из того Что я Переводила Из того Что я Читала У Исследователей Буддийских Мантр Они все Пишут Что В принципе Мантры Они не для того Чтобы их Переводить Это не есть Связанный Текст Это Набор Слов Которые Используются Для Ну условно Вызывания Какого-то Эффекта То есть Здесь Правильный вопрос Не как Переводится А как Какой Эффект Приносит Да Для чего Она То есть Здесь Очевидно Что мы Призываем Маричи Део Там Поем Ей хвалу Вот Давайте Мы Почитаем Все-таки Первую Мантру Даже Не столько Почитаем Сколько Переведем Так Ага Кришка Почитайте Сейчас Выведу На экран Вот это Вот Все Ом Намо Тхагавате Так вот С двумя Хвостиками Я не помню Сказайте Посмотрите Ау Получается Вот это Звук Ау Ай 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 Ша Угу Че 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 Джа Это Это Джа Джа Это Джа Но она Че 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 И вот Это Е Получается Че Ге Да Ге Но все равно Если мы будем Читать Ге Какое-то Такое Будет Хай Ша Че Хай Ша Че Пожай Да Шепрэн Гуру Вай Вай Ду Вай Вай Дурия Вай Дурия Ну мы познаем Что Вай Дурия Тут я не могу Прощаться Рья Да Рья Ага Прабха Прабха Ра Джа Раджая Раджая Угу Ой Татха Га Тая Угу Арха Те Арха Смя Смя Первая Буковка Какая А С С Смя Сам С у нас Отдельно Стоит Смотрите А Сам Сам Як Угу Сам Ву Не ву Не ву А точно Смотришь Похоже Бу Сам Бу Тха Хая Сам Бут Хая Тад Я Тха Угу Ом Угу Мы уже читали Это слово Ба 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 Шаджи Ну только Бхай Шаджи Это Бха У нас Бха Ха Это Мажа Да Это Мажа Маха Маха Байшаджа Опять Байшадж Два раза повторять Раджа Раджа Ага Сам Сам Мудж Муже Это Му Это Му Да Сам Мудж Дэ Потом Дэ Потом Ха Дэ Ха Тэ Сам Мудгхатэ Не-не-не-нет Стоп Вот это Дэ Первая Да Дэ Вторая Перед Тэ Га Сам Мудгатэ Сам Мудгатэ Сам Мудгатэ Сваха Маха Уас Праздники Все забыли Хорошо Не читайте Молодец Отлично Для того И читаем Так Ом Намо Бхагаватэ Значит Ищем В словаре Бхагават Бхагаватэ Пр tule А мы Бхагават разве переводим? Я думала, что это непереводимое слово. Переводимое. Бхагават. Я не слышал. Ну как Бог, я думала, нет. Славный, процветающий, святой. Святой, благодейший. Имя из Будда или Бхатхисаттла или Джина. Божественный или восхитительный? Плавный, счастливый, дача. Да, супер. Ну в общем, святой, божественный, восхитительный, да, запомнили. Хэшаджа. Ень не берем в конце, да, вместо него берем А. Оно есть в Оваре. Смотрите. Медицина. Да, у меня тут химик, лекарство, аптекарь, фармацин. Медицина, лекарство. Медицина, лекарство. Медицина, лекарство, да. Да. Гуру. Ну, гуру, понятно, учитель, да? Угу. Вайдулья. Можно целиком смотреть, оно есть. Я первый раз это услышала в фильме. Дети, если я правильно посмотрела. Дети? Нет. Ну, может, я не знаю, может, и дети, конечно, но есть другие значения. У меня, в общем, если в Айдулье, разница на трансферене, разница на трансферене, разница на трансферене. Много слов, но я перевожу. Сейчас, секунду. Вот она у меня. Мне так написано. Это перил, какой-то драгоценный камень. Единственная глаз кошки. Правильно? Перил. Передрагоценный камень. Ну, значит, я нашла слово отсутствие, то бишь пустота. Да, вы что? В своем понимании это про пустоту. Это emptiness? Emptiness? А, нет, там absence. А, запустение есть, решение. Ну, вот я говорю, это все-таки, наверное, про пустоту. Отсутствие. Да, это больше к нашей теме, больше так. Есть, да. Так, прабха. Нам еще прям пару слов перевести, потому что там повторяющихся много. И давление, и управление, и эффект, и эффект, и эффективный. У меня там радикально эффективный впечатление, эффект, и давление, управление. И свет, и верность. Нет, да, я бы сказала, что свет не вернусь все-таки здесь. Освещение какое-то. Ну, да, типа освещение на пути к свободе, да, светочное, аж и так далее. Молочная сила. Что-то, наверное, проехать. Заряжать. Вот, опять же, вот смотрите, я не знаю, где вы смотрите, вы, наверное, в самом желтеньком, да, смотрите, в словаре? Угу. Ага. Вот если вы посмотрите буддистский, то там прям вот первое же значение идет. Поэтому есть смысл, когда мы про мантры говорим, все-таки смотреть сначала туда. А, да. Тогда еще раз. Значит, прабха, свет, получается. Дальше у нас с вами длинное слово. Самьяк, самбудхай, оно на самом деле целиковое. И оно, по-моему, есть в этом самом. Ой, сейчас. Тут раджая первое. Раджая, ну, раджая, это раджа, это вы знаете. Ну, да. Царь, да? Раджа. Значит, идет тадхагатая, это, опять же, наш тадхагата. А, тадхагатая, нет, мы с вами не разбирали. Да, и так это вы говорили. Нет. Нет, это, по-моему, тадхагатая, это и так. Который так ушел. И так, и так вы говорили, и так. Да, а тадхагатая, это, я даже не знаю, сейчас не будем в словаре искать, чтобы время не терять. Нет, это ушел. Это вот тот. Это, по-моему, это как, ну, буду, как ушедший, от которого. А, тот, кто так ушел. Мать, ну, не лезь-то сюда, а ко мне. Дальше, архате. Это от слова архат. Звательный падеж, то есть мы зовем, да, его. Архат, реализованное существо. Так, и вот дальше наш самьяк самбудха идет. И оно у нас, по-моему, прям целиком в словаре есть. По-моему, да. Архат не будем, да, архат не переводим? Архат, ну да, он есть. Ну да. Алина, ось, имею в виду, что-то, 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 что-то. Самбудха, без я, да, я, эта форма идет падежная. Самбудха есть в словаре Ликушиной, в учебнику Кучергиной. Нашли? Ну, тут что-то правильное. Нет, там прям слово есть, самбудха. Аккуратно. Як самбудха. Аккуратно. В ПДФ-ке, да, в ней смотрите. Это у меня тут вообще Камбуджа такая. Самбудха, наберите с ПДФ-ки. У меня Д. Вообще жвачка, смола написана. Я не знаю, что такое. Каким-то этим словам. Нет, вы в каком словаре смотрите, Наталья? Понял? Какой у меня санскрит словарь? Нет, который по ссылочке, да? Я говорю, что вот это слово, оно есть в словаре... Прошло, тогда я зайду сюда. А ты, ну, кей. Малочка, нашли? Ну, то же самое, я тут и смотрю. Девочки, я убегаю. Я зашла. Спасибо. Я положусь, выберем. То же самое. Убегайте. Ладно, жалко. Все, подождите, подождите. Надо вас до разбирать. Тамбудха. Ну, хорошо, давайте я тогда уже, раз уже у нас время вышло, да, быстренько. Подождите. Ага. Что-то хотели сказать? Самбудхаеш, да, надо написать? Да, самбудхаеш. Нет, у меня так же переводится и по вашей ссылке. Ну, ладно. Так, сейчас я покажу, просто, да, чтобы вы понимали, где я смотрю, а то понятно. Я по последней ссылке захожу в ваш плаварь. Нет, 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 я же говорила, что у нас еще рабочий инструмент наш, который я давала до этого не раз, это наш PDF-ный словарь, составленный Натальей Лихушиной. Лихушиной. Который называется у нас к учебнику Кочергиной специально. Вот, видно на экране, да? Самбудха, это достигший полного просветления. Видно? Да, все видно. Хорошо. И у нас с вами осталось всего ничего перевести. Тадетха, это наше там, и так сейчас будет мантра. Ом, хайшаджи, хайшаджи, это, опять же, хайшаджи, это наша медицина, да, или лекарство. А хайшаджи, маха, это великий, соответственно, великое лекарство. Раджа, это царь. Самудгатэ, осталось нам Самудгатэ. А, ну ладно, у нас времени уже мало. Самудгатта, есть слово Самудгатта, появиться. Свааха. Итого, смотрите. Омнамо, я зову по имени Хагавате, там, святого, да, божественного. Хайшаджи, гуру, ну, гуру медицины, байдурья, прабха, раджая, то есть, там, царя света пустоты, да, как-то так. Тадхагатая, того, кто так ушёл. Архате, архата. Там, як Самбудхая, совершенно и полностью просветлённого. Тадетха, это, ну, не переводим, да, поскольку это начало мантры. Омнамо, тоже понятно. И опять мы дальше повторяем. Хайшаджи, да, это наше лекарство или медицина, мы его несколько раз повторяем. Маха, великий. Раджа, ну, соответственно, великий царь медицины. Самудгатэ, появись. Свааха. Да будет так. То есть, по сути, мы вызываем, говорим, Будда, медицина, появись. Хайшаджи, это медицинное лекарство. Хайшаджи, это когда мы зовём кого-то. Звательный падеж. Е. Так, я вас немножечко замучила. Спасибо вам большое, что вы 3 января нашли себе силы всё-таки подключиться и вспомнить, чем мы с вами занимались. Вот, я надеюсь, что наши с вами сегодняшние упражнения вам немножечко помогли вспомнить это. И на этом тогда будем заканчивать. На следующих занятиях, наверное, тоже почитаем, вот так же посмотрим на значение слов, поразбираем. И, ну, пока так, да, пока так, в этом режиме, просто чтобы вспоминать и буквы, и потренировать немножечко работу с словарями, я думаю, это в любом случае будет полезным. Хорошо? На этом тогда уже заканчиваем. Спасибо. 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 Спасибо.